Гомельский Державный Университет, имя Франциска Скарын, изъявляется официальной региональной пляцовкой по проведению ось российских диктантов по русской мове и географии. Сегодня этот список дополнила ешедна дисциплина – экономика. В уголе у России экономичный диктант проводится в третий раз, но Беларусь долучилась до его в першину. А прощая призов и дипломы, у никаких инших бонусов переможцы не отримливают. Это свой особенный тест на финансовую письменность. Глубинные экономические знания нам просто необходимы всем категориям населения. В частности, здесь присутствуют студенты технических вузов, студенты экономических специальностей, факультеты математики, факультеты физики. Поэтому без экономических знаний, наверное, сейчас невозможно представить будущее нашей страны. Усероссийский экономичный диктант проходит под гидой Свободного экономичного товариства Российской Федерации при подтримции Международного союза экономистов. Его дарыши узначаливая выпускник Гомельского державного университета, профессор Сергей Бодрунов. На протягу годины удельникам диктанта необходимо отказать на 20 питаний, которые потребуют справедливости у сибаковых ведов. Среди которых, при каким керавнику появились первые паперовые гроши, творы, которого политэконома читал Ялген Онегин, что такое банковские депозиты. Неколькие питания утичатся конкретно российских реалий. Какие функции в России может выполнить биткоин, те, которые появляются ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации. Удельники испытываются, что это очень интересно проверить свои веды об экономиках других стран. Мне вообще интересно проверить, какие вопросы в российском тесте, как устроена российская экономика. По факту это проверка моих знаний об экономике в других странах. Написать экономичный диктант сегодня можно было и онлайн. У 12 годин на сайте Свободного экономичного союза России. Правда, там пытания крыху одрузнивались. Лепшие зналцы отримают дипломы и памятные подарунки. А прошатого для переможца в региональной Гомельской плясовке Российский Центр науки и культуры предоставил 10 книг. Эта площадка является первой в Беларуси, что является очень интересным фактом. И в дальнейшем, возможно, после этой площадки будут привлечены остальные города Республики Беларусь.